Подписан договор с Росавиацией. Оборудование последнего поколения введено в эксплуатацию. Теперь воздушные суда, которые заходят в аэропорт Химина, встречает современная светосигнальная система посадки. До посадки самолета 40 минут. Осмотр взлетно-посадочного поля, проверка состояния взлетно-посадочной полосы и готовности к работе светосигнального оборудования. Для аэропорта процедура стандартная и обязательная. После доклада о готовности поля загораются огни светосигнальной системы посадки. Это оборудование обеспечит любому воздушному судну первую категорию посадки. То есть точный заход на посадочную полосу по приборам в сложных метеоусловиях. А уже спустя несколько минут в хмуром небе появляется светящаяся точка. Светосигнальная система рассчитана на работу в темное время суток. А в условиях плохой видимости она незаменима. Иначе пилоту приходится искать ближайший аэропорт с более комфортными условиями посадки. А пассажирам теряя время потом добираться до нужного населенного пункта. Огнями повышенной интенсивности прямой направленности теперь обозначена и посадочная полоса аэропорта Хибины. Такой свет в форме стрелки указывает начало и направление посадочной полосы. И пробивается в небо даже сквозь плотный туман. Она здесь крайне необходима в условиях особенно низкой видимости, потому что аэродром более четко видно непосредственно. Если заходишь в условиях непосредственно низкой видимости, светосигнальное оборудование очень сильно помогает найти именно полосу, сам аэродром, где он находится. И, соответственно, понижает наш минимум для захода на посадку. Сегодня непосредственно работала система очень прекрасно. Все огни горели, было очень далеко видно аэропорт. Риск ухода на запасной аэродром в условиях непогоды с такой системой максимально снижен. Теперь пассажиры, летящие в Хибины, доберутся сюда без задержек. Даже в Пургу и в условиях интенсивной облачности или тумана. Для них и экипажа воздушного судна – это прежде всего безопасность и надежность. А для аэропорта – еще одна ступень в развитии и престиж.